всем добрый день меня зовут андрей компания промо ртк мы стоим в ассоциации санк строительного кластера kenzo tank маш строя вот и наш проект это универсальный роботизированный ячейк с автоматическим управлением контролем следующий проект следующий слайд на данный момент наш кластер еще только образуется он не утвержден но документы находятся рассмотрении в него входят 13 участников вот все участники расположены на территории пенинской области вот и самый собственно основной участник кластер это санка марстрой российской санк строительной организации которая специализируется на изготовлении станков токарные винторезные станки с числом программ направлением и вертикально обрабатывающие центра вот следующий слайд здесь и представлены следующий и следующий значит цель актуальность проекта мы считаем что собственно проект является актуальным он входит и проходит по плану импортозамещения промышленного робота для выполнения производственных операций что он даст это создание нового продукта именно ячейка то есть подразумевается проект для замена бюро инструментального хозяйства то есть это ячейка в которой будет располагаться инструмент по сути как магазин выдачи инструментов на производство непосредственно с рядом с рабочим местом оператор станков чпу либо на они где станки на обычной так армитарезной группы дальше основная цель это стимулирование производственной кооперации участников станка строительного кластер пенсов танк маш выполнение и сборка всех ячейки и революционные ячейки будет происходить на территории пенсовской области с привлечением как раз участников станка строительного кластера насколько то есть для чего ячейка будет создана то есть это как раз хранение хранение учет металлореживающим инструментом контроль износ инструмента контроль остатка на складе инструмента и автоматическое снабжение производства металлореживающим инструментом и свое своевременной подачи инструмента на производство следующий проект следующий слайд значит проект собственно будет нет назад понятно давно старой презентации немножко добавили собственно ячейка которая здесь изображена она будет собираться с применением промышленного робот манипулятора который будет производить который будет предоставлять максимальное количество услуг в одном месте благодаря возможности совмещения и оперативного изменения функциональности автоматическое снабжение производства металлореживающим инструментом контроль остатков и контроль износа потенциальные потребители будет являться промышленные предприятия пенсовской области том числе и на всей территории россии ключевые элементы являются универсальная программная платформа которую мы собираемся разрабатывать и сейчас уже занялись этим дальше один посредник для всех поставщиков металлореживающих инструмента это дальше хранилище ценностей на предприятиях собственно единый оператор для всех поставщиков металлореживающих инструмента комфорт клиента и поставщика на минимальной площади то есть весь инструмент и весь склад будет находиться непосредственно в рамках одной ячейки дальше компания пром ртк разрабатывает и создает внедряет оборудование и роботизированные комплексы для промышленной индустрии которые промышленные роботы играют и самополагающую роль наши основные мы предоставляем широкий спектр услуг это совместная разработка технических задач технических заданий подборка поставка и монтаж роботизированных промышленных комплексов техническая поддержка оборудования и решение сложных комплексных проектов предприятиях также у нас реализована сервисная поддержка 24 на 7 и собственно сервис ремонт следующий на этом слайде мы показываем то что проектный инициатор является компанией пром ртк участники проекта санкомаш строй своих собственно общей стоимость проекта 21 миллион 800 собственные средства привлекаем 15 миллионов 260 тысяч рублей и объем запрашиваем субсидии 6 с половиной миллионов рублей следующий слайд на первых собственно сейчас уже провели переговоры с останкомаш строем они заинтересованы в покупках нашей ячейки роботизированные на свое производство непосредственно и собственно готов приобрести дальше на данном слайде перечислены все ключевые события уже сейчас нами приобретено промышленный робот ведется разработка программ обеспечения и собственно создание первые ячейки как образца следующий слайд пожалуй пока все то есть готовы на ваш вопрос вы знаете какое первое замечание я вот повернулся вот еще чуть-чуть выступаю и перестал бы подписал вот первый мой совет вам вот я слушал вас слушал это не одно один термин напал в душ ячейки я вот свяжу и думаю ничего нечейки вообще не помню ни о чем поэтому конечно будет просьба учитывая что мы с вами да у меня вопрос такой у вас продукция которую вы производите в рамках совместного проекта это промышленные роботы верно нет мы производим решение на базе промышленных роботов решение на базе промышленных роботов а что это значит вот конкретное что за продукция что такое решение ну вообще в целом что промышленные роботы они как раз позволяют исключить либо человека либо тяжелый физический труд либо рутинную работу то есть данном случае мы решаем проблему именно с поставка инструмента на предприятиях конкретно установка промышленного робота и наши как раз общие роботизированные ячейки который будет храниться выполняться хранение инструмента конкретно это металл режущий инструмент то есть именно выдача хранение выдачи инструмента мы хотим реализовать роботизированную ячейку о которой занимается выдача инструмента по сути магазина инструментальный магазин абсолютно русском языке есть поставляем 40 там все четко прописано комплектующие это промышленный робот в том числе а вы кем будет комплектовать каким промышленным роботом либо то что сейчас то есть промышленная робототехника пока она не входит это общая промышленного техника общая промышленного текста пока не входит под санкции то есть поставки не остановлены либо китайскими промышленными роботами либо мы делаем мы делаем саму ячейку которые ячейка и металл конструкция металл конструкция с применением контроллеров захват и всего остального то есть это в принципе можно отнести комплектующим до роботизированной техники все оснащение оснастили любого робота да меня все с этим разобрались вопросов тогда нет по этой части вопрос у меня следующий мы смотрели ваши документы здесь просто пожелание общая расписать более подробно в плане графики мероприятия потому что там написано в общем в общем и целом о том что вы закупаете промышленное оборудование но не указано например какое промышленное оборудование то есть либо вы не определились либо вы намерены укрупнили это мероприятие здесь бы хотелось бы более детализированный план график видеть это такое первое пожелание и второе бросается в глаза показатель по отношению объема налогов к объему субсидии мы подправили он сейчас составляет 44 процента прям на грани на грани проходного проходного процента то есть сейчас проходной процент на 40 то есть вот когда мы оцениваем риски мы смотрим что-то по этот показатель был не менее 40 процентов от размера субсидии у вас сейчас 44 такая пограничная история поэтому просто рекомендация либо где-то на серединке остановиться там около 60 процентов либо дотянуть до 80 процентов если это реально хорошо ну наверное смотрите здесь у вас на самом деле очень много критических замечаний любое невыполнение из них проект автоматически будет не поддержан например одно из ключевых вот мы с вами сейчас долго разбирались что такое ячейка ну разобрались металлическая конструкция оснащенная какими-то комплектующими но самое главное то что вы будете выпускать эту металлическую конструкцию оно должно быть включено в отраслевые списки импорт замещения ни слова не сказали отсюда делаем вывод что скорее всего этого нету поэтому обратите на это внимание подумайте как правильно обозвать то что вы делаете возможно уже есть какие-то устоявшиеся термины или терминология далее с этим разобрались второе из вашего выступления я не до конца понял вы уже понесли какие-то затраты если да ваш проект рассчитан на пять лет 22 26 и что вы уже успели принести мы приобрели робота то есть приобрели промышленного робота нет 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 понесли какие затраты мы купили мы потратили деньги на робота да да вот но объем какой объем 6 миллионов 6 миллионов а общий объем инвестиций проект общий 15 половиной уже 50 процентов ну общий 21 не запрашиваем и смотрите сейчас же не избиение младенца это не задача вместе с вами поработать чтобы хорошо теперь еще мне такой вопрос ключевой это и для зала уважаемые коллеги здесь надо просто рэперные точки понимать ключевым следующим будет вопрос к вам а если у вас какие-то подтвержденные договора на приобретение вот этой конструкции конкретно этой конструкции нет то есть только соглашение вот давайте так по честному надо понимать если нету договоров лучше на конкурс не приходить вот тоже пожалуйста отфиксируйте понятно что восстановление пресса там явно так не написано но мы вам говорим это будет оценены как высокие риски проект будет не будет поддержан хорошо то есть у нас постановление правительства написано что там могут быть и документы о намерении но мы вам говорим что когда конкурсная комиссия будет смотреть это слишком это высокие риски да пожалуйста да комиссии больше вопросов нет по проекту вопрос нет спасибо большое спасибо так следующий проект тоже кластера пенза станкомаш инициатор о технопром здравствуйте меня зовут игорь сейчас одну секунду готовится авиационный промышленный кластер республики пашкортостан м робот сетях здравствуйте меня зовут игорь компания технопром мы подготовили совместный проект освоение производства сборочно сварочных столов и технологической оснастки для них вот так как мы стоим в кластере пенза станкомаш не будем останавливаться повторять одно и то же что говорил предыдущий сразу перейдем к пятому слайду прошу включить так следующий вот здесь передел мы находимся в втором переделе наша компания мы занимаемся обработкой металлических изделий механической вот следующая целью реализации совместного проекта в рамках станкостроительного кластера является стимулирование производственной кооперации участников станкостроительного кластера организация производства сборочно сварочных столов и технологической оснастки для них мировой системы д-16 входящий производственный процесс в качестве оборудования для производства токарных станков но это в рамках кластера а так данное оборудование необходимо для всех предприятий ну промышленных структуре которых имеются сварочные производства либо цеха нет они просто покупают для своих нужд для того чтобы как раз эта продукция участвует технологическом процессе внутри кластера ну да финишная актуальность проект в настоящее время на российском рынке представлены европейской компании но наверное были представлены сейчас не знаю как демиллер и зигмунд выпускающие продукции высокого качества использующие достаточно популярностью также представлен 5-6 российских компаний с качеством продукции намного уступающим европейским аналогом за счет технологии производства главной отличительной особенностью европейской продукции является присутствие фрезерной обработки технологическом процессе который придает точность и плоскостность продукции также придает премиальный вид стоимость наших столов и оснастки с качеством сопоставимым европейским будет ниже на 40 50 процентов ввиду нынешних событий в 2-3 раза и проанализировав тендеры только тендеры за 21 год пришли к выводу что закупки российскими предприниматель предприятиями сварочных столов и оснастки составил в среднем 50 рублей в месяц 50 миллионов рублей в месяц так вот кстати представлен наш стол и оснастка это опытные образцы были изготовлены был отработан технологический процесс изготовления основными преимуществами является это экономик экономия времени который достигает снижением количества действий производимых работникам уменьшением трудоемкости вследствие увеличения производительность труда включение точности сварки оснастка позволяет позиционировать сваримый элемент между собой с высокой точностью в результате увеличивается качество изготавливаемых изделий сокращается время производимых работ соответственно и стоимость полученного изделия универсальность оснастки позволяет быстро переналадить рабочее место для нового сварим изделия используя при этом одни и те же элементы потребительной данной продукции является промышленное предприятие имеющие как я говорил своей структуре сварочные цеха либо участки внутри кластера это такие компании как станка машстрой лазер про тиммер следующий ну технопром технопром является металлообрабатывающей компанией ведущей свою деятельность с 18 года молодая компания микропредприятия основана на производственной площадке в 350 квадратных метров находящих собственности учредителей за 4 года существования налажено серийное производство изделий используемых в строительстве такие как кронштейны шайбы также для внутри кластера ролики изготавливаем план график срок реализации 22 26 год 5 лет совокупная стоимость проекта 12 миллионов собственные средства 8 с половиной объем запрашиваем субсидии 3 с половиной миллиона здесь по мероприятиям расписано уже об этом я уже сказал призываться совместного проекта вот совместно с лазер про с компанией укрупненный план график совместного проекта приобретение технологической оснастки четвертом квартале 22 года 23 мы покупаем части оборудования и в двадцать четвертом оставшуюся часть оборудования целевые показатели эффективности совместного проекта превышают необходимые для участия в данных спасибо андрей у вас на самом деле одно большое общее такое замечание проект еще очень сырой опять же воспринимайте пожалуйста это как добрую критику хорошо да во первых уважаемые коллеги наверное ко всем обращаюсь вот посмотрите на название проекта можете вернуть просто на вашем примере мы рассмотрим смотрите проект называется вот если заниматься формализмом вот мы эксперты мы должны поддерживать только проекты направлены на замещение комплектующих сырья материалов этот проект называется освоение производства сборочно-сварочных столов просто по формальным признакам просто по формальным мы должны будем сказать что коллеги извините мы такие проекты не поддерживаем а вот если бы он был назван по-другому совместный проект по освоению комплектующих 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 для производства сборочно-сварочных столов как вот здесь заявлено мы смотрим другие документы которые коллеги нам представили вот они пишут продукция производства которой обеспечивает реализацию совместного проекта и пишут кронштейны ролики шайбы тогда как минимум уже правильно хотя тоже возникает вопрос что за шайбы такие импорт замещающие не совсем понятно но это уже второй вопрос то есть обратите внимание вот уже несколько лет подряд мы видим хорошие интересные проекты но название проектов формулируется неправильно как хотят найти как сказать выпуск какой-то машины не комплектующих а сразу на эти глобальный проект вот соответственно первое у вас неправильно название второе конечно ставится под вопрос все таки кронштейны ролики и шайбы являются ли импортозамещающей продукцией нет пока кронштейны ролики и шайбин было сказано то что что изготавливает внутри кластера компания здесь написано продукция производства которой обеспечивает реализацию совместного проекта ну хорошо хорошо давайте двигаться дальше а вот здесь смотрите так а вот смотрите у вас в плане импортозамещения написано не электрической оборудования для пайки или сварки и там указаны столы да то есть столы как раз для не электрической оборудования для сварки хорошо услышал надо здесь еще нам поглубже посмотреть ладно здесь по планам импортозамещения необходимо чтобы нам подтвердили что эти столы входят в эту номенклатуру которую обозначили если вдруг отраслевой департамент скажет что эти столы не входят туда то вам необходимо бежать и до включать отдельно возможно эти столы они выпускают столы это уже финишная продукция если бы на столы еще что-то там крепилось тогда технологическую оснастку для этих столов нужно отдельно прописывать планах импортозамещения а что является технологическая оснастка для этих столов логическая оснастка струбцины упор прижимы там немножко видно на седьмом слайде чтобы было понятно вопрос а будет ли являться вот эти струбцины ну вот эти все вещи это тоже конечный продукт тоже конечный продукт нет 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 смотрите если я выпускаю струбцины там я не знаю какие-то штуки металлические которые крепятся к столу я их выпустил и прикрутил к столу вопрос вот эти все комплектующие они являются если они в отраслевых списках импортозамещения вот сами там не знаю струбцины вот это я сказать не могу но как вот не электрическая оборудование для пайки и сварки как бы я предполагаю то что входит я понял но смотрите если столы входят например комплектующие отдельно не входят то в таком случае просто формальным признаком из того что комплектующих в этих планах импортозамещения нет эксперты минутам торга должны будут отклонить этот проект поэтому здесь нужно будет глубже как уточнить и уточнить входят ли именно комплектующих этим столам работать грубо говоря проработать этот вопрос еще скажите а сейчас в россии откуда подобные столы агазка возится ну сейчас у нас есть в россии несколько предприятий которые ну из китая так живой снова у них качество просто на лазере вырезают и сваривать мы предлагаем качество европейского мы сварим более толстые листы потом фрезерная обработка обрабатываем они как монолитные получается и также азотацию мы еще делаем как операции этих столов что придает им прочность и брызги меньше прилипают от сварки другие эксперты есть еще вопросы вопросов нет спасибо большое за ваш доклад следующий выступающий у нас от авиационного промышленного кластер республики башкортостан инициатор совместного проекта о м роба здравствуйте участники готовится с тех ну сразу внесу поправку в название совместного проекта н роба является инициатором проекта по производству компонентов для сборки высокотехнологичных станков чпу и роботехнических комплексов представляет авиационный промышленный кластер республики башкортостан авиационный промышленный кластер конечная продукция его является трубореактивные двигатели узлы для пд-14 узлы двигателей для вертолетов и вспомогательная силовая установка общий объем отгруженных участниками промышленного кластера товаров собственного производства выполнив работу услуг собственными силами 900 95 и 9 миллиарда рублей количество рабочих мест 25 1412 человек объемные инвестиции в основной капитал участников 9 миллиардов рублей специализированная организация промышленного кластер это некоммерческая организация ассоциация кластеров рб специализация производства авиационной продукции следующий слой участники кластера расположены в двух городах у фастер и томах между ними 120 километров это в принципе освещенная магистрали и трудность перемещения нет никаких есть два входит состав 2 вуза и и есть технологическая инфраструктура можно следующий слой зависимостью участника промышленного кластера есть четыре передела в первом переделе производится комплектующие к станкам оказанию услуг по механической обработке второй передел это производство металлообрабатывающих станков фрезерной токарной группы на третьем переделе производство электро технических комплектующих на данных станках это изготовление лопаток турбин свечей разные аппаратуры всевозможные на четвертом переделе это сборка конечной продукции это двигатели и инициаторы кластера проекта вернее компания ингроба находится на втором переделе это производство металлообрабатывающих станков можно следующий слой целью проекта является организация производства станков с чпу и робототехнических комплексов актуальность проекта по данным плана мероприятий по импортозамещению это увеличение доли отечественной продукции по двум категориям станки токарные расточные фрезерные металлорежущие с 20 процентов с 25 до 33 процентов и промышленные роботы для выполнения производственных операций с 6 до 15 процентов но это по данным июня 21 года на сегодняшний день мы считаем что эти проценты они во многом увеличатся следующий слайд продукция проект проекта это фрезерные станки фрезерно-гравировальные токарные и мехатроника и робототехника для обслуживания станков загрузки и выгрузки станки предназначены для высокоскоростной обработки нержавеющих жаропрочных титановых сплавов цветных металлов композитных материалов пластмассы основные потребители это предприятие ростех объединенные двигатели строительные корпорации корпорации радиоэлектронных технологий и компании вертолеты россии следующий слайд инициатор проекта это разработчик и производитель высокоскоростных станков чпу мехатроники и робототехники оборудование производится под зарегистрированной торговой маркой с 2014 года серийно выпускается более 30 видов станков с чпу расположены в городе стиле тамак площадь земельного участка 4 7 гектара площадь производственных помещений 5 и 6 тысяч квадратных метров площадь офисных помещений 4 тысяч квадратных метров научные партнеры являются два вуза башкирский государственный университет и уфимский государственный авиационно-технологический университет также имеются финансовые партнеры это фонда содействия инноваций где компания получила поддержку по проект коммерциализации и фонд промышленности следующий слайд план график из мета проекта это ну во-первых срок реализации 20-24 год как я говорил по двум типам станков бюджет проекта 520 миллионов рублей собственные средства 364 и объем запрашивающих субсидий 30 процентов 156 миллионов рублей из них мы из общего бюджета статьи затрат это покупка оборудования и оснастки оборудования покупка сырья и комплектующих 35 миллионов строительно-монтажные 15 и выполнение не около 8 миллионов следующий слайд мы этот проект начали реализовывать в двадцатом году и в двадцатом году инвестиции собственных средств составили 18 миллионов при объем отгружаемой продукции составил 72 миллиона рублей в двадцать первом году немножко нарастили 75 и увеличили инвестиции 35 миллионов в двадцать втором году планируем привлечь 156 миллионов субсидий и затратить вложить свои средства в районе 130 миллионов рублей ну и в двадцать третьем двадцать четвертом году также планируем инвестиции собственные средства исходя из этих показателей в двадцать четвертом году планируем выйти на объем отгружаемой продукции в 600 миллионов по этим данным коэффициенты отношения выручки от реализации произведенных совместных по проекту размеру субсидий 3.8 так как мы планируем отгружать продукцию не только в кластера но и по всем предприятиям ростеха поэтому отношения совокупного прироста объем производства кооперации он 1,3 небольшой отношение объема в небюджетных инвестициях размер субсидий соответственно 2,3 так как 30 процентов мы планируем собственные средства привлечь на следующий слайд спасибо за внимание коллеги есть вопрос к проекту ну вопрос на поверхности все таки относительно ну в принципе у нас возникал пример других проектов высокотехнологичные станки робот технический комплекс это вероятно конечная да продукция потребителям кто ее выступает м роба кто-то из участников кластера да это конечные на четвертом переделе это объединенная двигательная компания уфе которые уже на нашем оборудовании они изготавливают наше оборудование вернее является технологической цепочкой производстве лопаток турбин эту технологию они никому не передают то есть на стороне они нигде не будут размещать они закупают оборудование и на нашем оборудовании изготавливают эти детали и узлы соответственно из этих деталей и узлов проводят сборку этих двигателей проект представляет собой освоение производства оборудования станков для изготовления деталей узлов вы насколько знакомы близко с 41 постановлением насколько вы его в принципе изучали понимаете целевое назначение у нас нету большого опыта поэтому мы сюда пришли за советом здесь как бы двоякая такая ситуация что да по названию проекта он не соответствует но по технологии которая происходит при сборке двигателей она в принципе подается рассудку а меры поддержки вы для чего хотите привлечь то есть на какой этап на что планируется субсидию использовать какие затраты если можно там где-то на слайд еще раз вернуться назад то есть это не окра какие-то это техоснастка это программное обеспечение техоснастка закупка оборудования это большая часть не окра может этот слайд показать где у вас структура затраты еще назад да основная часть вот смотрите покупка оборудования и оснастки ну здесь надо разделить потому что оборудование исходя из 41 постановления это собственные средства ну либо заемные а оснастка это собственно в принципе можно можно субсидировать но просто из 462 миллионов непонятно что оборудование что оснастка сырье и комплектующие это не подлежит субсидированию то есть это производственная деятельность текущая но единственное мы можем на сырье возмещать затраты в рамках изготовления опытных образцов если только так СМР тоже это не подлежит субсидии ну не окра опять же достаточно общая формулировка если результатом не окра является разработанной конструкторской технологической документации любой опытный образец там опытная партия тогда в принципе да это можно возмещать просто я не очень понимаю из чего набирается 156 миллионов запрашиваемые субсидии сходя из этого это как бы первый момент второй момент но все-таки как ни крути у нас целевое назначение механизма сорок первого постановления это ну по сути так называемое импортозамещение 2.0 это импортозамещение продукции средних переделов ну то есть как раз материалы комплектующие то есть то что будет перерабатываться дальше в кластере использоваться при производстве конечной продукции конечно понятен тезис что любому конечному производителю для выпуска конечной продукции нужно оборудование станки и так далее но просто это не укладывается в целевое назначение господдержки по сорок первому постановлению я боюсь что такой проект мы просто не сможем поддержать уж извините за прямоту но наверное вы для этого и участвуете в мероприятии чтобы но потому что по сути это все равно продукция которая готовый законченный продукт станок то есть если бы вы там шпиндельный узел например осваивали производство для станка или там электродвигателя другая история для нас как бы целевая понятная история что-то комплектующие необходимые ну или там узлы агрегата здесь у вас по сути готовый законченный продукт поэтому вот единственное что могу посоветовать это в рамках этого проекта наверное все таки посмотреть другие меры поддержки либо если все таки в структуре затрат которые вот здесь вот для себя определили есть затраты связанные там тот же неокр та же оснастка которая в принципе необходимо ну допустим вы для своих нужд какие-то узлы агрегата тоже осваиваете для этого станка и в кластере они также кем-то будут приобретаться наверное это можно как кластерный проект рассматривать вот в такой конструкции ну я не вижу к сожалению ну я правильно понимаю что он должен называться там производство деталей и узлов для станков с ЧПО ну например так так например так и в статьях затрат мы включаем оснастку и научно-исследовательские работы ну соответственно там допустим бюджет он остается тот же самым но объем запрашиваемый субсидий не совсем я не знаю останется он тот же самый или нет потому что это зависит от того на что эти затраты идут то есть если у вас не окраслят ну понятно ну просто ну наверное вряд ли идентичный будет проект по затратам на освоение производства самого станка как конечного изделия и каких-то комплектующих для него это я просто не могу на этот вопрос ответить это скорее на вашей стороне то есть еще раз ну понимаете у каждого механизма да поддержки есть своя там задача и своя цель это не вопрос там того какой проект хороший какой плохой не в этом дело абсолютно а в том что ну у нас просто есть область применения этого механизма и все-таки если это станок сам по себе то есть другие механизмы у Минпромторга и в принципе у региона да чтобы данный проект поддержать это может быть там и займ это может быть и субсидии на тот же НЕОКР там 1649 в Минпромторге и другие инструменты вот 41-ое постановление оно не позволяет в версии в которой оно было перезагружено перезапущено в 21-ом году там нет просто целевого назначения поддержки освоения производства продукта ну конечного с точки зрения по сути переделов до этой продукции ну я уже повторяюсь просто я понял у нас более подходящий тогда следующий я тоже его можно конечно можно и нужно просто не знаю может коллег еще вопросы какие-то остались задать если больше нет вопросов давайте дальше давайте следующий хорошо это тоже наш кластер авиационный другой инициатор компания сетях представляет является инициатором совместного кластера совместного проекта производства комплектующих изделий для станковщику собственно у кого мы м роба приобретает детали комплектующие ну про авиационный кластер я уже не буду повторяться давайте следующий слайд еще следующий находится на первом переделе следующий цель это организация производства комплектующих изделий для станков с чпу а именно по данным планом мероприятий с 15 до 35 процентов запланировано увеличение отечественной продукции комплектующие изделия станков станины шпиндели инструментальные головки и инструментальные магазины следующий ну собственно здесь изображена продукция это станины порталы стойки порталов шпиндельные узлы кабинетные ограждения для станков с чпу шпиндели электрические и инструментальные магазины следующий слайд инициатор проекта с 16 года оказывает услуги в сфере инновационных технологий это лазерная резка лазерная сварка лазерная маркировка плазменная резка а также гибкая покраска фрезерная и токарная обработка также является имеет научного партнера в лице башкирского государственного университета следующий проект рассчитан на 21 25 года общая стоимость 340 из них собственные 238 и объем запрашивания субсидий 102 миллиона рублей ну соответственно 30 процентов статьи затрат покупка оборудования 310 покупка инструмента 15 но опять же здесь выделены строительные монтажные работы 10 неокли 5 миллионов рублей следующий слайд реализация начата в 21 году вкладываются собственные средства это 8 миллионов в 22 году планируется привлечь собственных 30 миллионов и соответственно субсидии которые будут разбиты на 2 года 22 и 23 год при вложении собственных средств тоже в 23 и 24 году по 100 миллионов рублей отношение выручки от реализации продукции к размеру субсидии 3 и 4 в 25 по итогам 25 года совокупный прирост объема производственной кооперации к размеру субсидии коэффициент 3 отношение объема к размеру субсидии 2 и 3 здесь не совсем актуальные данные мы немножко меняли не 0 54 2 и 3 ну и собственно все спасибо за представленный проект ну если сравнивать его с предыдущим то тогда это действительно больше подходит под логику 41 потому что здесь упор на производство кратских комплектующих станка я бы хотел вернуться к затратам опять же то есть в вы объединили оборудование и оснастку скажем так для дальнейшего планирования и переформатирования проекта с точки зрения затрат все-таки оснастка какую долю занимает ну скажем так ваших общих затратах то есть не снастка порядка 10 процентов 10 процентов то есть ее можно выделить в отдельные затраты и возместить соответственно вот и но туда возникает еще другой вопрос вот у вас в обоих проектах была покупка оборудования оборудование какое скажем так отечественное или импортное или и если импортное то не возникли сложности сейчас при реализации таких проектов часть отечественная часть импортная конечно то есть допустим будет вероятность ну сейчас есть такая вероятность что вам придется пересматривать некоторые свои там договора контракта уже пересматриваем уже пересматривать то есть вы уже ищите альтернативные источники да и получается в этом проекте сетах это инициатор а им роба соответственно закупают у него уже комплектующие для тут единственное пожелание то чтобы сквастер зарегистрировали и чтобы вы соответственно могли с вашим проектом заявляться именно с точки зрения как раз второго проекта если говорить про первый то действительно нужно его возможно переформатировать форматировать и также застрить ну не застрить внимание все таки сделать упор на комплектующих станка вот плюс вас там были роботизированные комплексы возможно стоит сделать проект ну основываясь на них на этих комплексах если это тоже ну подразумевает в себе промежуточную продукцию по крайней мере не конечно есть еще вопросы коллеги вот у вас такой широкий перечень комплектующих которые вы хотите помещать там позиции восемь десять надо понять этот проект вот прям на эти все восемь позиции рассчитан или все таки вам надо более внимательно посмотреть на цифры и вычленить опять же из того перечень и факт что все нет зачем оттуда взяты оттуда взятых с планом конечно да да верно верно ну опять же все общие замечания были до во втором это в двадцать первом году 8 миллионов то есть уже начать проект собственно полностью полностью до два раза по сторону 238 до объем запрашиваем 102 25 вы помните хотя бы что он минимально что вы должны потратить там в меньшинстве процентов правильно в меньшинстве процентов вот тоже, наверное, гипотетически считаем что, допустим, конкурс будет там в июне, в июне, в июне вот смысл приходить, если вы потратили менее 150 вот 150 вот есть спасибо большое спасибо уважаемые коллеги коллеги сейчас был последний выступающий нам нужно буквально пять минут на то чтобы простите пожалуйста еще последний так последний проект у нас кластер беспилотной авиации республики Башкортостан совместный проект а выступление представителя ОНО Центр стратегических разработок республики Башкортостан наш центр называется также как московский центр как санкт-петербургский но мы являемся партнерами просто у нас название такое же входим в состав правительства и занимаемся разработкой прорывных проектов в республике вот в частности у нас один из проектов это создание целой отрасли беспилотной авиации то есть внутри этой отрасли мы планируем создать кластер беспилотной авиации вот у вас документы все есть я так в общих чертах расскажу а там на вопросы готов ответить ну значит как у нас работа началась в прошлом году в августе месяце нами было подписано соглашение с рядом в компании это компания геоскан из санкт-петербурга это один из крупнейших производителей беспилотной авиации программного обеспечения на территории российской федерации с компанией ховер из полка вы наверное все слышали это летающий мотоцикл это аэротакси вот они разрабатывают компания аэроглоб это конкурент диджай в сфере производства беспилотных летательных аппаратов для сельхозпроизводства значит не джуковский подключился к нам авиационный университет и вот с этой группы центр стратегических разработок и вот в этой компании мы начали развивать непосредственно отрасль какие шаги нами сделаны во первых этот проект уже поддержан правительством республики мы вошли в перечень приоритетных инвестиционных проектов и уже проект по мере реализации будет получать все те меры поддержки которые предусмотрены нашим местным законодательством под этот проект уже выделена площадка есть инициатор который сейчас занимается проектированием и на этой площадке будет произведено 15 тысяч квадратных метров площадей где собственно будет размещаться кластер значит нами было привлечено еще ряд компаний сегодня уже 13 компаний участники кластера и в принципе каждая компания является выпускающей то есть геоскан выпускает вертолеты россии выпускает glory air выпускает и все компании которые участвуют в классе они все выпускающие но в данной защите мы рассказываем только про одну компанию это вертолет россии это проект баз 200 будет выпускаться беспилотный вертолет в городе кумерта в республике башкорстан этот вертолет уже показывали и на манси и на газовом форуме вертолет на сегодняшний день сертификацию не прошел но центр стратегических разработок параллельно еще ведет подачу заявки на получение экспериментально правового режима для того чтобы этот вертолет мог на территории республики летать и выполнять авиахим работы наша цепочка касательно вертолета баз 200 состоит в том что каждый участник кластера зависит от своей роли выпускает какие-то комплектующие также будет компания glory air который тоже будет выпускать тоже летательный аппарат но суть ну самое интересное то что вот тут же мы рассматриваем все отдельные цепочки да а здесь получается каждый участник кластера помогает другому участнику кластера выпускать какую-то продукцию это отличительная черта нашего 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 кластера описанием кластера занимается Ниджуковского они вот тоже сейчас с нами на связи про финмодель если если на связи можно про финмодель рассказать Ниджуковского на связи да коллеги добрый день меня слышно да слышно да дрозд Александр Степанович начальник отделения департамента беспилотных авиационных систем Ниджуковского мы проработали финансовую модель кластера которая подразумевает при умеренном прогнозе потребления главным потребителем вертолетов беспилотных авиационных систем является Почта России проект Маяк это как бы их минимальный прогноз один вертолет в квартал на начальном этапе исходя из этой модели просчитаны как бы все потребности и цепочка кооперации в том числе и требования участников к участникам по производственным возможностям даже в умеренном варианте финансовая модель показывает достаточную эффективность с точки зрения возврата бюджетных средств в виде налогов буквально с первых с первого года мы покрываем запрашиваем субсидию вот с учетом трендов развития рынка и использования ЭПР мы предполагаем что к этой к этому умеренному прогнозу могут появляться дополнительные заказы закладывается в модель в таком в оптимистичном варианте трехкратное увеличение выпуска по одной беспилотной инновационной системе в месяц цепочка кооперации сейчас ну надо понимать как бы уровень готовности к производству БАЗ-200 достаточно пока еще не конкретизированная в части исполнителей в части технологической документации поэтому в нашей модели участвует как раз таки множество конечных производителей у которых есть свой набор компетенций по каждой фазе производства начиная там от первичной обработки сырья материалов производства деталей производства там узлов агрегатов и конечных изделий здесь мы предусматриваем взаимное резервирование по этой цепочке основная задача кластера помимо реализации технологической кооперации производственной по производству БАЗ-200 это наращивание компетенций вот свежих молодых компаний стартапов то есть если рассматривать задачу в рамках создания отрасли беспилотной авиации мы таким образом создаем условия и ресурсную базу для профессионализации и выхода на рынок молодых стартапов таких как ховер таких как уже состоявшиеся компании типа гиоскана для выхода в более крупные в более скажем так авиационные сегменты этого рынка вот и соответственно как бы в качестве эффектов большое значение мы уделяем как бы общему развитию смежных бизнесов как производственных сервисов в части вот такой возможной кооперации так и в части создания новых бизнес моделей для этого в проекте предусмотрена установка экспериментального правового режима который помимо снятия очевидных барьеров подразумевает еще снятие ограничений по использованию получаемых данных по снятию ограничений в части сертификации снижения его стоимости вот таким образом мы рассчитываем что наша модель сработает и даже исключительно на баз двухсотых даже по умеренному сценарию мы достигнем своих целей в рамках сорок первого постановления не говоря уже об общем вытягивающем эмерджентном эффекте готов ответить на уточняющие вопросы да я хотел еще добавить что сегодня цель заявить о том что такая работа в регионе ведется о том что в этом году мы планируем подать заявку соответственно со всеми установленными нормативами ну и сегодня на самом деле у нас первые пристрельные встречи для того чтобы получить совет рекомендации и заявить о себе уважаемые коллеги эксперты есть вопросы по проекту да да потенциальный проект вопросов нет спасибо большое за выставление спасибо уважаемые коллеги мы завершаем нашу предзащиту единственное что нам буквально пять минут нужно на свод данных поэтому просьба в восемнадцать 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 а ну да в принципе две минуты достаточно мы сейчас в ближайшее время выведем табличку с рейтингом коллеги две минуты перефур хорошо сейчас подведем итоги и в Продолжение следует... 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 третье место занимает 3 4 место делят между собой два проекта у электромотора тоже промышленный кластер аббат значит дальше шестое место так шестое место а пятое место это промышленный кластер планар с одними своих проектов по с одними своих проектов значит автомобильный промышленный кластер ульяновской области инициатор компания sprinter шестое место оптиволоконная система седьмое место планар восьмое место промо ртк девятое место планар еще два проекта 10 11 место собственно все результаты здесь обозначены более если нужна будет эта табличка просьба ко мне подходить обращаться я вам все пришлю значит собственно на этом предзащита у нас окончена леонид валентин есть какие-то дополнения пожелания участникам ну коллеги все уже устали я наверное просто хочу еще раз поблагодарить обращаясь к инициаторам проектов что знаете но действительно оценки разные но самое главное что у нас с вами есть еще время на то чтобы учесть вот те замечания те пожелания которые были озвучены и в общем то надеюсь что там либо уже когда мы следующую предзащиту проведем либо уже с кем из вас увидимся на отборе летом но что это мероприятие но все-таки позволило лучше понять и требования к проектам и как готовятся вот ну и наверное опять же действительно такой может быть результатом текущей оценки до проектов и самое главное что у нас с вами есть еще время на то чтобы работать спасибо спасибо большое уважаемые коллеги сейчас еще состоится круглый стол по промышленным кластерам где мы обсудим возможные изменения в постановлении 41 179 на круглый стол ваш вам поможет вас проводить